Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас продолжение программы Первая часть ее вышла 9 октября И вы можете найти ее на ютубе Если наберете в поисковой строке Радио Болтком Очевидец И в этой программе У нас начал Отвечать на вопросы радиослушателей Леонтий Ланник Это старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Специалист по Германии И в частности Мы его пригласили как эксперта Который подготовил Книжку воспоминаний И документов Касающихся Ландесвера Это было ополчение Созданное в 1918 году Для защиты молодой Латвийской республики От внешних врагов И этими врагами были в тот момент В первую очередь большевики И интересной деталью этих событий Было то, что основная часть населения Латвии Была настроена в пользу большевиков То есть Оно было охвачено Социал-демократическими идеями И поддерживало их все цело А Ландесвер это Ну если применительно К терминологии гражданской войны То это было белое движение И оно было сословное Как Леонтий нам уже Пояснял В предыдущих наших программах В которых он участвовал Но одним словом Мы продолжаем эту программу И добрый день Леонтий Он у нас сегодня на связи По скайпу Добрый день Здравствуйте В прошлой программе У нас было много звонков И вопросов Которые были заданы по ватсапу Вы можете сейчас их тоже присылать На телефон 230-6191 Это номер ватсапа И звонить конечно в студию По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Леонтий Владимирович Ответит на ваши вопросы Потому что это действительно Такой специалист Которых Ну у нас в Латвии Тоже не очень много Историк Итак Продолжаем нашу программу Которая начата была 9 октября И я начну с того Что зачитаю сначала Те вопросы Которые были присланы На прошлую программу И мы не успели на них ответить Ну сначала такой комментарий Неправда что все латышские стрелки Перешли на сторону красных Таких было одна треть Как можете прокомментировать Леонтий этот вопрос Правда ли или неправда Ну во первых По поводу одной трети Вот какого количества Это считается Исходя из состава Латышских стрелков На какой конкретно момент И имеется ли в виду Скажем Количество только офицеров Из латышских стрелков Или личный состав И прочее Ну наверное личный состав Надо оценивать Потому что И вопрос на деление Красных и не красных Наверное он произошел После Великой Октябрьской Социалистической революции Появилось Ну даже еще сложнее Деление да Вы знаете есть Очень горячая И во многом Аналогичная В смысле некорректности Дискуссия Еще советская Она была Историография И в российской О доле офицеров Бывшей русской Императорской армии Которые Перешли на красных И были за красных И особенно Интересуют Не просто офицеры Офицеры Генерального штаба Да То есть там Высококлассные Специалисты И по этому поводу Пролито много чернил В действительности Все это Жонглирование цифрами Которые сводятся К удачному выбору Момента То есть До некоторой степени Можно С цифрами в руках Доказать Что за красных Была Как минимум Половина Всех генштабистов А на какой-то момент Даже и больше Но делается Это очень просто До тех пор Пока Русская Старая армия Не была Демобилизована Все таки Автоматически Те кто Продолжал В ней служить Так или иначе Регистрировались Органами Рабочей крестьянской Красной армии То что они Вскоре Буквально через Два месяца Или закончив В демобилизацию Тут же уехали Ушли из армии Совсем Рано или поздно Оказались в белых армиях При этом Никак не учитывается И наоборот Все те кто полагает Что там Офицеры генштаба Сплошь были белые Или почти Все и прочее Всегда исходят Из момента Выгодного им Поэтому Любые приговоры На тему Что была строго Одна треть Фиксирует только Выбранный Для данного Конкретного спикера Удачный момент Если учесть Что Сами красные Формировали Латышские полки В целом Ряде городов Российской империи Только в 18-м году Тогда доля Тех латышских стрелков С учетом Новообразованных полков Новообразованных В Харькове В Саратове И так далее И тому подобное Доля окажется Не просто За 50% А значительно больше Если мы будем считать Долю От тех Латышских стрелков Что были сформированы Еще в русской Императорской армии Разумеется Это совершенно другой Процент Посему Скептики Для начала Должны указывать В какой момент Они имеют в виду А откуда взялись Такие Большие Количества Потенциальных Служащих Военнослужащих Красной армии В Саратове И в Харькове Это были Эвакуированные Предприятия Да Где оказались Латыши Да конечно Дело в том Что Эвакуация Промышленных Предприятий Проводилась Довольно масштабно Еще в 15 Потому что О том что Рига будет сдана Но об этом Имели ввиду Еще осенью 15 Потом Оборона Риги затянулась Но тем не менее Постепенно Эвакуационный Опыт Накапливался И разумеется Эвакуация возобновилась В 2017 году Потом Рига была взята Немцами Потом Соответственно Предпринимались Различные усилия Даже Осенью Зимой 2017 года И потому Латышей В глубине Российской империи Оказалось много В том числе Латышей Рабочих О массовом Массовом Выселении Или Бегстве Разной степени Добровольности Коренного населения Западной губернии Российской империи Есть богатая историография Это настоящая Гуманитарная трагедия И для поляков И для литовцев И для латышей И для белорусов Частично Они бежали от немцев Во время Первой мировой войны Бегства Да Кто-то бежал Кого-то выселяли Кого-то Ну скажем так Уговаривали Различными посулами По-разному Но то что в итоге За пределами Своей исторической родины Оказалось там Примерно Одна четверть Наций Коренных Запада Российской империи Это я очень так Приблизительно говорю Да там Колеблются доли Это факт То есть это миллионы людей И поэтому Когда в восемнадцатом году Большевики Искали Мотивированных Представителей Национальных меньшинств Мотивированы К тому Чтобы возможно Удерживать фронт Против немцев Или воевать Против немцев То разумеется Латыши Тем более Рабочие латыши Якобы лояльные Большевикам Хотя это тоже Отдельный дискуссионный вопрос Но латыши Здесь очень даже Пригодились Потому что Литовцы Например В значительно меньшей степени Были народом Городским И промышленным Литва была более Крестьянской Аграрной А латыши Куда сильнее Оказались Охвачены Процессами Индустриализации И это Ирига И это Портовые Учреждения В Лебаве И Виндаве То есть В Лепа И Венспилсе И прочее Поэтому Латыши Вербовали И латыши Надо сказать Большевиков В этом смысле Не подвели Армия советская В Латвии Была Из кого строить И она себя Показала Вот В связи с этим Вопрос Тоже Пришедший По Ватсапу В прошлый раз Это Какое финансирование Получали Латышские Красные Стрелки Вы упомянули Что их Ратный Труд Щедро Вознаграждался Ну По этому Поводу Есть масса Отзывов И оценок Хотя Как правило Эти оценки Никакими Финансовыми Документами Не сопровождается Единственное Что все Категорически Утверждают Что Латышам Платят Золото Это Пишут Немцы Бывшие В Москве В 18 Году Это Постоянно Упоминают Белогвардейцы Ну В таких Публицистических Тонах Ну Может быть Это Такой Перебор Может быть Опять-таки Пропаганда Со стороны Противников Объяснение Понятное Им Почему У людей Такая Мотивированность В борьбе С ними Ну Этот Наверное Момент Тоже Имеет Место Но При этом То Что Советская Власть С самого Начала Хорошо Умела Платить Тем Кому Надо Щедро Известно Хорошо Это И нормы Снабжения Это Принципиально Иное Оснащение Транспортом Связью И прочим То есть Никаких Иллюзий Насчет Того Что Латыши Находились На особом Положении И то Что Они И близко Даже Не были Знакомы С теми Кошмарными Условиями В которых Снабжалась Основная Часть Красной Армии Здесь Не может Быть Никаких Сомнений Плюс К тому Идейность Латышей Может Большую Доверие Вызывать Или меньше Но тот Факт Что Латышей Было Мягко Говоря Не просто Купить Был Использован Большевистскими Спецслужбами То есть Есть Основания Полагать Что Знаменитый Заговор Локкарта Британского Поверенного В делах Москве И вообще Знаменитая История Заговором Послов Это Была Довольно Тонкая И хорошо Продуманная Провокация ЧК Которая Была Построена На том Что Латышей Попытаются Купить И Латыши Будут Изображать Что Их Можно Купить Окончилось Все В итоге Разоблачением Арестами И прочим И латышей Пытались Купить И немцы Которые Весьма Щедро Раздавали Деньги Еще До Антанты И пыталась Купить Антанта И поэтому Мы конечно Можем Полагать Что Латыши Неподкупные Идейные Сплошь И прочее Прочее Но в действительности Скорее всего Их Неподкупность Щедро Оплачивалась Еще Один вопрос Из Ватсапа Роль Латышских Воинских Формирований Или вообще Латышских Может быть Командиров В раскулачивании Подавлении Крестьянских Восстаний Имеется Ввиду В раскулачивании Уже Ну это наверное Уже 30-й год Наверное 31-32 Ну разумеется Если специально Заниматься Выходцами Из Латышских Стрелков В Элите РКК И ЧК То подобрать Примеры Выдающиеся Роли Будет несложно Ну опять же Можно начать С Петерса И Ватсиса И там С многочисленных Берзиных И берзеньшей На советской Службе И так далее И тому подобное То есть Единственное Что можно Констатировать Что разумеется Пика Своего Влияния Может быть Наибольшей Эксклюзивности И ценности Своей Для советской Власти И ее спасения Латыши все-таки Достигли Летом 18-го И может быть Сохраняли Это высокий уровень И до Лета 20-го Потом В связи С многочисленными Переформированиями И потоком Новых кадров Роль Латышей Оставалась Заметной Но По естественным Причинам Снижалась Хотя Несомненно Скажем так Плотная Латышская Группировка В верхах РКК и ЧК Она имела Место Быть И она Была Уничтожена В конце 30-х Годов Ну Это уже Вот этот Национальная Операция НКВД И соответственно Одна из них Была Латышская Операция Ну Да Там были Операции Против Так сказать Низовых Работников А были И поскольку При Сталине Любили Искоренять Группами То группы Формировались В том числе И по национальному Признаку И в общем Поляков Искореняли За то что Они поляки Латыши Искореняли За то что Они латыши И разумеется Оттенок Такой Своего рода Этнической Мафии Разумеется Присутствовал То есть Латыши Держались Латыши Можно ли сказать Что Эти группы Были Ну как бы Придуманы Инспирированы Самими Чекистами Или же Они существовали Де факто И просто Потянув За одну ниточку Можно было Вытянуть Множество Связей Какого-то Человека Который Ну так или иначе Общался С своими Соотечественниками Родственниками Знакомыми Друзьями Ну я думаю Что здесь В ряде Случаев Истина Примерно Посередине То есть Чтобы с нуля Были придуманы Вот эти чисто Национальные связи Конечно нет Землячество Существует Всегда Определенный Оттенок Так сказать Этнической Мафии У малых Народов Которые ощущают Себя малыми В той или иной Ситуации Он присутствует Всегда Это нормальный Феномент Поэтому Еще раз говорю Латыши Друг за друга Держались Разумеется У них были Свои внутренние Конфликты В том числе Конфликты Тянувшиеся Годами И десятилетиями Разумеется Многие Латыши Могли бы Рассказать Друг о друге Мало чего Приятного Там и в Ацетису Могли вспомнить Что В общем Когда-то он был Вполне себе Лояльный Царский офицер И вообще Латышский Националист Но при этом Все-таки Друг за друга Старались Держаться При этом Когда НКВД Нужно было Создать Как тогда выражались Военно-фашистский Националистический Заговор То Все необходимые Скажем так Черты Дорисовывались Без На всякого Напряжения Серьез полагать Что Латыши Составляли С собой Так сказать Группировку Которая хотела Прийти к власти Ну не то что Хотела прийти к власти Но группировку Таких отпетых Националистов Которые там К концу 30-х Через 20 лет Службы Рабоче-крестьянской Красной Армии Продолжают быть В первую очередь Латышскими Националистами Но это надо Иметь сильную фантазию То есть То есть в Ацетис Конечно был В первую очередь Латыш А во вторую очередь Большевик Но я очень сомневаюсь Что за 20 лет Своей службы Рабоче-крестьянской Красной Армии Он остался Ну таким же Так сказать Националистом Глубоко регионального Разлива У него были Совершенно иные Масштабы Уже Мышления Амбиции И всего остального То же самое Касается и чекистов Когда ты действуешь В масштабе Громадного Советского Союза Оставаться при этом В первую очередь Националистом Там Пывших трех губерний Но это Надо иметь Там Очень серьезную Инерцию В мышлении Ну надо сказать Что В те 20-е годы В первые годы Существования Советского государства Оно Весьма большое значение Уделяло Вот национальному фактору То есть Издавались Там Журналы Периодические Периодические Издания На латышском языке Издавались книги Был латышский Рабфак И в принципе Ну вот эту Национальную идею Так или иначе Поддерживали То есть Нельзя сказать Чтобы Быстрыми темпами Эти люди Ассимилировались Просто их Точка зрения Она менялась В связи с тем Что они Попали в более Такое Обширное пространство И действия И Карьеры И так далее То есть Мыслить Категориями Национального Государства Или там Национальной Такой узкой идеи В рамках Большой стороны Которая бешено Развивалась Еще в это время Наверное Действительно Было проблематично Да Я совершенно Не имею ввиду Ассимиляцию Даже культурную Хотя здесь Там Можно найти Разные примеры В том числе Противоположные Попросту Скажем так Определенная Зацикленность На национальном Она разумеется Ослабевала Под влиянием Просто стоявших Задачи Нового масштаба Хотя при этом Несомненно Ни интереса Ни определенных Определенной Готовности Эту карту Разыграть Если завтра Война Если завтра В поход Да Она разумеется Была бы То есть Вацетис Конечно 19-го года Не забыл И если бы В 1936 Представилась Возможность Там Дан приказ Ему на запад Да запросто Вацетис И бы сказал Да вот Продолжаем С того же На чем остановились То есть Вацетис Вы считаете Был готов Вернуться Как Латвийская Красная армия На родину И Восстановить Большевистскую Латвийскую Республику Социалистическую Если представить Соответствующая Военно-политическая Возможность То есть тут Партия сказала Надо И все Он Рокоссовский Вспомните Кем был В послевоенной Польше Министром обороны Да Это тот Рокоссовский Который С Польшей Попрощался За 30 лет До этого За 30 лет А здесь Прошло Ну Порядка 15 лет Ну может быть Даже еще 20 не прошло Вацетис И расстреляли Уже В конце 30 Конечно Он помнил Как он был Главком Советской Латы Так что Вспомните Историю С Финляндской Демократической Республикой Вот понадобилась Да И она возникла И сразу Куусинен Всплыл В нужное место И так далее Понятно Ничего нельзя Исключать Вернемся В наш 1917 18 год Еще один вопрос Англия Прислала Латышам Корабль С вооружением Ну Вопрос был В 1917 Году Я думаю Что речь Скорее Идет О 1918 В этой связи Я хотела бы Задать вам Вопрос Об игре Ульманиса То есть Поначалу Он играл С Августом Виннигом Уполномоченным Германского Правительства В Латвии Фактически Ну наместником Наверное Можно так сказать В Лифляндии Еще в начале Да Потом Винник Сыграл В историю С суверенитетами Это история Такая Довольно Обширно Практикуемая Не только Германскими Властями Но и многими Другими И Потом он Фактически Получается Улманис Уже Предал Винника И Стал Играть С Антантой Вот Как Его Так сказать Политическое Маневрирование Происходило В это время И чем Обусловлено Было Ну К вопросу Понимаете Термин Предательство Он В данном Случа Имеет Ввиду Даже не только Эмоциональную Окраску А скажем так Саму Корректность Постановки Подобного Вопроса То есть Кому Был должен Быть Верен Улманис Германии До с чего Это Улманис Вел Соответственно Тяжелую Националистическую Линию В ситуации Когда Ему Нужна Была Любая Помощь Но Получать Ее Одновременно От всех Было Крайне Затруднительно И тем не менее Улманис Попробовал Улманис Должен Был Учитывать Целый Ряд Факторов Которые Ему Известны И при этом Разумеется Он находился Под воздействием Тех Довольно Широко Распространенных Заблуждений Которые Не состоялись Выяснилась Их Несостоятельность Только Позже Что я имею Ввиду Улманис Конечно Как Латышский Националист Должен Был Учитывать Резко Отрицательную Позицию Большинства Латышей По отношению К немцам И по отношению Костзейцам То есть Местным немцам Разные Ну Разные Были Но в массе Своей В общем До любви Далеко 1905 год Это показал Очень хорошо И уж Разумеется Он должен был Учитывать Резко Отрицательную Позицию Латышей К немцам Из Рейха Которая Разумеется За время Окупации Германской В Курляндии С весны 15-го Года В Лифляндии В Риге С сентября 17-го А в Лифляндии Там с февраля 18-го Разумеется Градус Ненависти Существенно Возрос Ульманис Обязан Был Это учитывать Ульманис Обязан Был Учитывать Что все Запасы Вооружения Которые Есть В регионе Я имею Ввиду Крупные Запасы Находятся У германской Администрации И получить Их можно Либо силой Но сил на это Нет Либо Соответственно Получить их Добром У германской Администрации Причем Не у военной Поскольку Военная Администрация Не отдаст А через Политического Эмиссара Августа Винника Который Социал-демократ И который Демонстрирует Ну скажем так Готовность К смене Курса Ульманис Должен был Учитывать Что в Германии Революция И при этом Что в Германии Пришедшие В Германии К власти Социал-демократы Вовсе не торопятся Брататься с большевиками Как раз наоборот Ульманис Это понимал Москва Как раз Нет При этом Насчет иллюзий Ульманис Должен был Вроде бы Как Учитывать Что Антанта Победила Теперь она Хозяйка мира И прочее И тогда Очень много Где Совершенно Невменяемо Полагали Что Антанта Приедет сюда Послезавтра И все вопросы Решит Это совершенно Иллюзорная Позиция Хорошо описана Булгаковом В Белой Гвардии Чудесно Показано Как в Киеве Сидят записные Интеллигенты И все уверены Что сербские части Или там Сенегалы И т.д. и т.п. Они будут в Киеве Послезавтра Простой взгляд На карту Убеждает Что это бред Как это вдруг Антанта Моментально Телепортирует Свои войска Вглубь континента Неизвестно Разумеется В смысле Прибалтики Здесь несколько Больше оснований Для оптимизма Вроде бы Как Британия Хозяйка морей И она там Моментально Пришлет Свои корабли Но К вопросу О кораблях С оружием Во-первых Датские проливы С учетом Нейтралитета Дании Швеции Завалены Минами И никто Через них В ноябре До ноября Не пройдет Раз Второй момент Кто сказал Что у Великобритании Под парами Держат громадную Эскадру Которая Прямо сразу Ринется Рискуя Налететь На мину А на мины Налетали И тонули И все Все было Кто сказал Что Британия Устремится Силами Грандфлита Именно спасать Прибалтику Что такое Вообще Прибалтика В расчетах Британии Которая Владеет Мировой империи Ну Некоторые факторы И поэтому Да Британцы Прислали Корабль На котором Был груз оружия И он Действительно Пришел Так сказать Он в конце Ноября Прошел Датские Проливы И устремился К берегам Прибалтика Но Разумеется Это была Скажем Попытка Обозначить Своё присутствие Не более того Может быть Больше для Германии Нежели для Латвии То есть Чтобы Германские Оккупационные Войска Которые Находились Здесь Они Имели ввиду Что Антанта Не собирается Отказываться От тех Привилегий Которые Она получила По Версальскому Договору Ну Тогда еще Версаля Нет Есть еще Компьенская Перемирия Но Антанта Да Продемонстрировала Что в общем-то Она следит За ситуацией И она Заставит Германские Оккупационные Действовать В своих Интересах Потому что В договоре О Компьенском Перемирии Был пункт Не очень точно Сформулированный Пункт 12 Где было сказано Что германские Войска Должны оставаться На занятых Ими территориях Бывшей Российской Империи До того Момента Когда Антанта Сочтет Необходимым Их вывод Когда она Сочтет его Необходимым Бог его знает То есть Антанта Оставила Германские Войска Как буфер В отношении Большевиков Да Потому что У самой Антанты Сил нет Никогда Они будут Неизвестно Но точно Ни завтра И ни через Две недели Поэтому Прибывшая Эскадра Английская Небольшая Эскадра Продемонстрировала Себя Да Она борьбыла В Лебаву Она была В Риге Она заходила В Ревель Она давала Некоторое оружие Она в общем-то Саживала Небольшие Десанты Но Это были Не те силы Которые Способны Скажем так Радикально Изменить Расстановку сил Они должны Были Всего лишь Подстегнуть Эстонские И латвийские Круги К тому Чтобы те В общем Лишний раз Требовали Своего у немцев И чтобы они Убедились В том Что Антанты Их не бросит Но при этом Справляться им Придется Все таки Своими В скобках Германскими силами Оружия И Ульманис Здесь Должен Был Играть Он Надеялся Что Внемешательство Антанты Станет Все более Мощным И действительно Вскоре Прибыла Следующая Антантовская Эскадра Уже Побольше Он Надеялся Что Антанта Продавит Нужное Для него Поведение Германских Войск То есть Чтобы Германские Войска И остались И при этом Как чудесным Образум Перестали Грабить Страну И забирать Из нее Но вот Антанта Должна Была Все Порешать И при этом Антанта Сразу Признает Независимость И при этом Антанта Обеспечит Поток Добровольцев И прочее При этом Ульманис Не исключал Вариантов Вмешательства Швеции Активно Тогда На него Очень Рассчитывали В Эстонии Очень Рассчитывали На братскую Помощь Финляндии И она Имела Место То есть Ульманис Должен был Доить Всех И он Попытался И в общем То Не без Успеха Ну Корабли Лавировали Лавировали Да и вы Лавировали В итоге Получается Вопрос Еще Один Латыши Гордятся Тем Что победили Германцев В 17 18 Году Но При этом Не упоминают О роли Русских В уничтожении Немецких Войск Но видимо Имеется ввиду Освобождение Риги И Рота Князя Ливина Ну Тут Отчеты Прямо Сразу Перепутали И 17 И 18 И 19 Во первых Если Говорить О действиях В 17 Году То Там Вроде Бо Никаких Что Называется Положительных Страниц Для Конкретно Русских Войск Нет Но Только На первый Взгляд В действительности Не только Латыши Геройствовали В рождественских Боях Во время Попытки Наступления На метавлу В январе 17 Хотя Латыши Безусловно Себя показали Во вторых Разумеется Не только Латыши Более или менее Стойко Бились Летом И осенью 17 Года Потому что Летом 17 Русская Армия Пыталась Наступать И на Северном Фронте И на Западном И кстати Говоря Успешно И Наступление Провалилось Главным образом По политическим Были Наверное Свои героические Моменты Даже в феврале 18 Когда бросали Все и вся И оставили Прибалтику Немцам Разумеется Совместно Били немцев Вроде бы Били В декабре 18 Когда Красные Войска И латышские И русские И так далее Наступали Были Мелкого Но все-таки Масштабы Определенной Победы Сами немцы Если почитать Их При традиционной Немецкой Таком немецком Фанфаронстве Будем говорить Откровенно Все-таки Признают Что местами Им оказывали Идейное Стойкое И очень Упорное Сопротивление Я имею ввиду Бои весной Летом 19 И соответственно Если что-то И губило Красные Войска Советской Латвии То в первую Низкий Профессионализм Командования А вот Насчет Немотивированности Такого Не найдешь В немецких Воспоминаниях А это стоит Дорогого Что же касается Вклада русских С другой стороны С белой То разумеется Он имел Место быть И здесь При некотором Желании Можно нарисовать Картинку Где как раз Латыши Занимают Ну весьма себе Там Второе А то и третье Степенное место В освобождении Латвии от Большевизма Потому что Первое место Там займут Остзейские Немцы А вторую Страничку Займут Те кто Полагал Себя Русским Кем они Были Этнически Вопрос Дискуссионный Мы уже Говорили Когда-то Что князь Ливин При желании Мог объявить Себя Кем угодно И в общем Это было бы Убедительно Он и Латышом Мог себя Объявить Почему нет Достаточно Посмотреть На его Фамилию Да Вот Соответственно Русские Как сила Те кто Продолжал Считать себя Впервые Представителем Титульной Нации Российской Империи Любого Этнического Происхождения Они сыграли Весьма Заметную Роль Чего не Скажешь Об очень Многих Латышских Войсках Я имею Ввиду Бои Весны 2019 А в чем Все-таки Была Причина Перелома Который Произошел В ландосфере Вот Весной И летом 2019 Года Когда Ну Реально Он потерял Какой-то Свой Боевой Дух Или Мотивацию Да нет Я бы не сказал Что он потерял И боевой Дух И мотивацию Просто Ландосфер Скажем так Зарвался И стал Ставить Перед собой Задачи Которые Ему Отдельно Были Не по силам То есть Когда В Латвии Гордятся Победой Под Цессисом В смысле Под Вентоном Забывают Очень важную В скобках В кавычках Деталь А деталь Это такова Немного Немало Что Ландосфер После Взятия Риги Наступал На север Фактически Вопреки Приказам Германского Командования Более того Германское Командование И лично Майор Бишев Командир Железной дивизии В общем-то Не хотели И Ригу Брать Потому что Они понимали Что как только Рига будет Взята Позиция Антанты Будет очень Проста Мавр Сделал Своё дело И Мавр Должен Теперь Из Прибалтики Уйти Чего Немцам Из Рейха Совершенно Не хотелось И уж тем более Немцы Из Рейха Понимали Что как только Возобновится Наступление Якобы против Большевиков А на самом деле Против Нелояльных Латышей То есть Против сторонников Ульманиса Антанты Немедленно Воспримет Это как Выпад Против себя Как и Произошло Поэтому Ландесвер Который Считал Что он Все равно Заставит Своих Соплеменников Немцев Принять Участие В своих Эскападах Ландесвер В общем-то Ошибся Хотя Конечно Многие Немцы Из Рейха Которые Бились С Ландесвером Плечом К плечу В итоге Не выдержали И в боях Прямо Косвенно И тайком Но поучаствовали Но это Вовсе Не было Операцией Всех Германских Войск В Прибалтике Которую Там героически Отразили Латыши Ничего подобного Во-вторых Разумеется Латыши Получили Серьезную Помощь от эстонцев К этому момент Прекрасно вооруженных И довольно Многочисленных И уж разумеется Было Прямое Участие Антанты То есть Германия Оказалась На грани Возобновлении Войны С Антантой Из-за Ситуации В Прибалтике Поэтому Получается Что Латыши Гордятся Победой Над Германией А в действительности Они Сумели Остановить С помощью Эстонцев И Антанты Ландесвер Причем Только Немецкий Ландесвер Только Немецкий Который Посмел Вопреки Всем и вся И строжайшим Указаниям Все равно Рваться К дальнейшей Экспансии Вот так Выглядит Ситуация Без Националистического Приукрашивания То есть У Ландесвера Не хватило Политического Ресурса Для того Чтобы Ну Удержаться И сохранить Какую-то Свою Идею И Свою роль В Латвии Так нет Наоборот Ландесвера Классическое Головокружение От успехов Он Спровоцировал Захват Риги Который Дался Очень легко Подозрительно Легко И красные Куда-то Просто Из Риги Словно Испарились И соответственно Попытки Отбить Ригу Были Весьма Неубедительными То есть В общем-то Мощных Уличных Боев Весь Конец Мая 19 Года Как-то Не состоялось Никаких Активных Боевых Действий Против Красных Весь Июнь 19 Года Ландесвер И немецкие Вернее Германские Добровольцы Не вели То есть Красные Получилось Так Словно Самоустранились Из этой Схватки И скорее Сделали Это осмысленно А Ландесвер Соответственно Полагал Что Рига Взята И в общем Зачем Останавливаться Нужно Теперь взять Всю Лифляндию Вот Потому что Правительство Немецкое Про-немецкое Я имею в виду Латвии Во главе С Андреевсом Недрой Уже Сформировано И нужно Просто расширять Его территорию А Ульманис Сидит на пароходе Саратов Он ничего Из себя Не представляет И поэтому Нет никаких Оснований В общем Позволять Его людям От имени Свергнутого Правительства Управлять Хотя бы Северной Лифляндии Надо Забирать Лифляндию А то Что в общем Это Германия Выйдет Боком Остзейцам Все равно Они воюют За свою Родину За свои Поместья А в этот Момент Между прочим Германии Предъявлен Жесткий Ультиматум Подписывать Версаль Или не подписывать Все возражения Германии За очень Незначительным Исключением Отклонены 29 мая 2019 года То есть через неделю После взятия Риги И как раз Когда в те дни Когда идут бои По Цессисам Ровно в эти дни В Германии Счет идет На часы И на минуты Подписывать Версаль Или нет Происходят Страшные вещи Готовится Военный переворот Генералитет Массово Уходит В отставку Студенты В ярости Врываются В военный музей Выносят Оттуда Знамена Трофейные Французские Которые Франция Потребовала Вернуть И сжигают Их На зло Чтобы они Не достались Французам Германский флот Топит себя В скапо флоу На дно Пошли Миллиарды долларов Современных цифр Британцы Были в бешенстве То есть это Грозит реально Возобновлением Мировой войны И вот при этом Ландесфера Продолжает Словно не видя Всего этого Добавлять Так сказать Жара в огонь Вот так Выглядит ситуация В контексте Более масштабно Ну По-любому Наверное Ландесфер был Обречен Потому что Ну в планы Унмениса Вовсе не входило Делиться властью Или Сидя в Риге И не продолжая Наступательные действия Он мог бы Сохранить Это правительство Андреевса Недры На Ключевом посту И Как-то Продолжить Свой проект Латвийской республики В своем ключе Вы знаете Тут Исходя из того Что мы знаем Об Ульманисе Возможно Были разные варианты Но я думаю Что При любых Компромиссах Ульманис Рано или поздно Тянул Бадзиел На себя В действительности Переворот В Лебаве Вот этот Мятеж Фрайкоров И столкновение С латышами В апреле Были для Германского Командования Неожиданностью Неожиданностью Неприятной Потом Германское командование Рассчитывало Что ему Удастся создать Как ему казалось Некоторый Компромисс Да Правительство Недрой Будет более Прогерманский Но в общем Если Ульманис Согласится В него вступить Вообще Прекрасно Многие Немцы Писали Что Ульманис Какой бы он там Ни был Все-таки Это фигура И что Если бы Удалось С ним договориться Это бы Избавило Германию От многих Проблем И В общем-то В германских Штабах Не теряли Надежды На то Что Ульманис Перестанет Упрямиться Избавиться От своих Расчетов На Антанту И все-таки Пойдет на Некоторый Компромисс С Недрой Полагал ли Так сам Ульманис Мы не знаем И разумеется Даже если Он так полагал И возможно Рассчитывал И какие-то Тайные Консультации Вел То после того Как ему удалось Одержать победу Он разумеется Все следы Этого Скрыл И никогда бы В этом Не признался И все время Из себя Изображал бы Принципиального Борца И прочее Более того Любые Любые Договоренности Между Недрой Ульманисом И скажем так Умеренными Остзейскими Немцами Умеренными Латышами Они Протянули бы В случае Успеха Максимум До разговора О земельной Реформе Как только Встал бы Вопрос О том Как реально Будет Распределяться Земля На этом Все доброе Согласие Тут же Пошло бы Ко дну Я думаю Что довольно Быстро То есть Ландесвер Был обречен Так или иначе Он был Обречен Как Остзейское Формирование Учитывая Что Ландесвер Так и не Получилось Сделать По настоящему Трехсоставным То есть Немецко Латышко Русским Как это Планировалось И как это Пытались Сделать На самом деле Он все равно В итоге Оказался В основном Остзейским Латышская его часть В итоге Оказалась Просто Латвийской Армией А русская Часть Ну в общем-то Не особенно Скрываясь Говорила Что ее Интересуют Более масштабные Задачи В смысле Свержения Большевизма В России Вот Поэтому Ландесверт Остзейский Был обречен Несомненно Вот книга Которую Вы выпустили О боях 19-го года В чем ее Может быть Польза И Значение Для Историографии Современной И Почему стоит К этим документам Немецким Которые Переведены И опубликованы На русском языке Обращаться И Что в них Искать Вы имеете Ввиду Бои в Прибалтике В 19-м году Да Ну Мне кажется Что Здесь Важна Не только Ну довольно Детальная Фактология Хотя она там Детальная Очень Я не буду Говорить Что она там Максимально точна Разумеется Там есть Свои Приукрашивания Свои Замалчивания Все это Есть Германская Военная Историография За любые войны Она Отличается Спецификой Опять же Говорю Это Обязательное Фанфаронство И это Совершенно Бесстыжие Подтасовки Фактов И раскладов Ну и прочее Ну это Вы постарались В комментариях Отразить Ну К этой книге Документы Да До некоторой Степени Но Все таки Эта книга Интересна Не только Тем Насколько Немцы Даже в конце Тридцатых Когда писались Эти книги Насколько Они продолжали Там В общем Как-то Питаться Иллюзиями Не только Этим Она Интересна Все таки Довольно Чистым Взглядом С позицией 19-го Года И мне Кажется Что современной Латвийской Истериографии Ну насколько Я могу О ней судить И уж тем более Истериографии Российской Не хватает Умения И желания Посмотреть На ситуацию Без Апостериорных Оценок И предубеждений То есть Все время Мешают Те знания Которых На момент Принятия Решений В 19-м У соответствующих Лиц Нет И быть Не могло Никто Не мог Знать 22-го Мая 19-го Что Ульманис Станет В истории Латвии Тем Кем он Стал Никто Не мог Дать Не просто Гарантию Эту А наоборот Скажи Наверное Почти Любому Что из Ульманиса Что-то Там Получится Все бы Сказали Да не Смеши Меня Он Кто Такой Он Сидит На Каком То Пароходе Все Дело Кончится Для него Иммиграцией Может быть В Стокгольме Может В Лондоне И все А на самом деле Латвия жестко Под немецким Сапогом Красные Будут разбиты Они будут Все равно Раздавлены Если не Антанты То нами Вместе С другими Белогвардейскими Генералами Никакой Латвии Здесь не будет И Мы В общем Будем договариваться Со всероссийским Правительством О восстановлении Ну там Некой Автономии Приемлемой Для Здесь И когда На фоне Этого Латвийской Истериографии Рассказывает Что вот Ульманис То и Ульманис Все Нужно Все-таки Иметь ввиду В общем Как Ульманис Выглядел И на что Он мог рассчитывать Реально На тот момент И соответственно Когда советская Истериография Рассказывала Про поход 14 держав И прочее Эти все 14 держав Взяты Из Довольно Забавного Перечисления Всех подряд А то что При этом Антанты С Германии В общем Ведут Совершенно Разную Игру В которой Лимитрофы Не являются В общем-то Субъектами Вот Это Совершенно Забыто То есть Вот все Хотят задушить Молодую Советскую Республику Молодую Советскую Республику Конечно Хотят задушить Но она Вообще Не главный Персонаж В этом Раскладе От слова Совсем И соответственно Когда там Может быть Белогвардейская Печать Кроет Последними Словами Антанту Которая Их предала Вот тоже Антанте Разумеется Просто делать Нечего Как Ну Все положить На то Чтобы белогвардейцы Реализовали Свои мечты Да нет У Антанте Совершенно Другие Проблемы Ну и Прочие Поэтому Для того Чтобы Судить О чем-то Если уж Мы хотим Разобраться А не просто Плодить Националистические Мифы Нужно Всегда Смотреть На ситуацию С разных Сторон Бои в Прибалтике Позволяют Посмотреть На это С немецкой Страны Не потому Что она Права А потому Что она Вот так Смотрела Спасибо Большое Сегодня Леонтий Ланник Старший Научный Сотрудник Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук Кандидат Исторических Наук Был С нами В эфире По скайпу Мы Обсуждали События 1918 1919 Мы Говорили О ландесфере О том Ополчении Которое Было Создано Фактически Местными Азейскими Немцами При участии Русских И Латышей И Которое Фактически Обеспечивало Обеспечивало Существование Латвийской Республики Де Факто В 1919 Году Сохранило Зерно Этого Государства А потом Позволило Ему Фактически Стать Ну Полноправным Субъектом Международного Права Но это Уже Было Позже После Него Когда Это Ополчение Фактически Перестало Существовать Леонти Ланик Написал Об этом Выпустил Об этом Книгу Бои в Прибалтике 1919 Год В котором Были Опубликованы Документы Переведенные С немецкого Языка Того Исторического Периода И воспоминания И Спасибо Леонти За участие В программе Я думаю Что мы Когда-нибудь Еще Обязательно Встретимся Спасибо Слушателям За их Вопросы И Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер В студии Родион Золотарев Всего доброго До До Скоро Продолжение следует